Сегодня в Беларуси началось досрочное голосование на референдуме по вопросу внесения изменений в Конституцию. Оно продлится по 26 февраля включительно. В Сморгонском районе для проведения голосования и подсчёта голосов граждан созданы районная комиссия и 36 участков, 19 городских и 17 сельских. Избиратели, которые не смогут прийти на референдум 27 февраля, могут проголосовать заблаговременно. Досрочное голосование осуществляется с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00 в присутствии не менее двух членов участковой комиссии. В основной день голосования участки будут работать с 8.00 до 20.00. При себе избирателю нужно иметь паспорт или идентификационную карту. Бюллетень можно получить также при предъявлении военного билета для военнослужащих срочной службы, служебного удостоверения работника госоргана, водительских прав. Проголосовать можно и по пенсионному удостоверению, удостоверению инвалида при наличии фотографии, студенческому билету. Если избиратель потерял паспорт или его украли, то при себе нужно иметь справку из органов внутренних дел, подтверждающую личность гражданина. На референдум вынесен один вопрос, принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь. Поставить свою отметку необходимо в одном из двух квадратов, соответственно, за или против. Если избиратель поставит отметку в двух квадратах или не поставит ни в одном, то его бюллетень будет считаться недействительным. Референдум проводится путем всеобщего свободного, равного и тайного голосования. Право участвовать в нем имеют граждане, достигшие 18 лет. Каждый участник референдума голосует лично. Для того, чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие более половины граждан, внесенных в списки для голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство граждан, внесенных в списки.